Привет, друзья! Сегодня у меня для вас сплошные сюрпризы. Я сегодня вышла с вами погулять и по набережной, и немножечко мы с вами прогуляемся в лесочке. В общем, покажу вам, как всё у нас тут цветёт красиво. Знаю я, что многие любят такие прогулки и английские цветы. Покажу вам сегодня, как природа здесь буйно у нас расцвела. Ну а ещё у меня для вас сегодня вообще сюрприз так сюрприз. И я даже сама не ожидала, что смогу когда-нибудь это увидеть, да ещё так близко, да ещё и смогу вам показать. Ну вот, вы знаете, мне кажется, что вы тоже будете от этого в восторге. Не буду я, конечно, заранее ничего вам говорить, а просто давайте мы с вами посмотрим, как всё резко, быстро, буйно расцвело. Ну вот, недаром говорят мои многие зрители, что им даже больше нравится, наверное, природа Англии, нежели Египет. Кто-то мне так сказал. Всё, конечно, по-своему хорошо, но на самом деле, вот видите, я сейчас вам показываю, такие красоты кругом, что просто иногда сердце замирает и дух захватывает. Помните, да, один раз в год сады цветут, и вот тут-то как раз и приходит нам на помощь камера, наша любимая видеосъёмка, чтобы это всё запечатлеть. Ведь на самом деле, как быстро-быстро всё проходит, отцветает. «Остановись мгновенье, ты прекрасна». Вот и останавливаем мгновенье, чтобы потом, когда-нибудь долгим зимним вечером, пересмотреть всё это и порадоваться вновь. И, конечно же, Англия – зелёная страна, здесь много красот, но, мне кажется, остров Уайт – это прям какая-то особенная. Знаете, жемчужина, парадайз просто. Ехала вот в небольшую такую парковую зону, прямо на берегу нашего пролива Соланд. Очень симпатичный такой здесь пролесочек с берёзами. И хотя я знаю, что я уже разбаловала своего зрителя красотами, которые показываю вам, и уже, наверное, трудно мне вас чем-то удивить, друзья, но я всё-таки попробую. Вот сейчас здесь будет для вас сюрприз. Сейчас я выйду к реке, и мы с вами увидим. Посмотрите, здесь лебедь, и, может быть, даже он сидит на яйцах, я не знаю. Поближе подходить, не хочется пугать. Не бойся, не бойся, красотка, не бойся. Не бойся. Да, слушайте, сидит на яйцах, на гнезде. И вот видите гнездо, вот насколько здесь доверяют все птицы людям, все животные, насколько доверяют людям. Вот видите, гонит он, гонит селезня от гнезда. Красавица, не бойся, не бойся, я тебя не трону. Ну вот, на яйцах сидит моя красотка. Я первый раз вижу. Да, действительно, всё здесь по-другому, как доверяют животные людям здесь. Я же говорю, что настолько доверяют, что она, видите, даже видя, что я хожу вокруг, она легла спать. А вот селезни отогнала. Не знаю, вон это или она. Посмотрите, какая прелесть. В гнезде сидит лебедь. Огромное гнездо. Видно вам, да? Я в восторге. Интересно будет посмотреть, сколько там птенцов вылупится у него и как давно он сидит. Мы были ровно месяц назад здесь с моим другом. Я показывала ему эту реку, показывала ему этот красивый лесок. И здесь не было ни гнезда этого, ни птиц. То есть получается, что недавно села лебедь на яйца. Я со всех сторон здесь обхожу. Вам показываю, сама смотрю. Вы знаете, здесь нужно быть очень-очень аккуратными. Вот. Сейчас покажу вам его пару. Этого лебедя. Вот у нас как мало лебедей осталось. Они почему-то уже в том пруду практически не живут. А эта пара здесь, я так понимаю, вместе высиживает яйца по очереди. Потому что, по-моему, там сидел самец. А вот эта маленькая самочка. И она здесь быстренько-быстренько-быстренько кушает. Перерыв у нее. Перерыв на обед. И потом они, наверное, опять поменяются в гнезде. Мы должны здесь следить очень внимательно. И за своим потомством. И за яйцами. Потому что здесь, в этом лесу, я видела, лисы бегают. Вот, по-моему, здесь даже норы лиси, видите. Может быть, даже и кроличьи. Но лисы здесь тоже есть. А еще есть барсуки. Барсуки, наверное, не едят этих птиц. А вот лисы-то уж запросто. Поэтому аккуратнее. Ну, не прелесть ли, друзья? Все здесь настолько рядом. Цивилизацию я имею в виду. Вот на той стороне, посмотрите, видите. Там у нас даже отель. Небольшой, правда, отель. Ну, вот. На противоположном берегу. Шум, гам, машины. Тем не менее. Ну, вот. Иногда умиляет это все. Но иногда, мне кажется, как все люди заселили. Что бедным животным, в общем-то, места не найти. Приходится поселяться рядом с человеческим жилищем. Вот, видите, какие норы. Здесь, похоже, нора уже старая. Да, так вот, говорю, что, наверное, будет вам тоже интересно, так же, как и мне, посмотреть, когда здесь выведутся птенцы. Гадкие утята, да? И сколько их будет. Будем наблюдать, друзья. Покажу вам. А вообще, я уже давно, конечно, здесь живу, в Англии. Я немножко попривыкла к всему этому, к огромному количеству птиц здесь практически ручных. Утки, гуси, лебеди на пруду. Все ходят. Даже не обращая внимания на то, что люди здесь рядом бегают. Ну, собак, конечно, боятся. Вот, потом поразило меня, сколько много здесь кроликов. Вот не зайцев, а именно кроликов. Они здесь были завезены на наш остров. Конечно же, искусственно завезены. И потом расплодились. Недаром говорят, что как кролики, да, размножаются. И расплодились в огромных количествах. Сейчас бегают практически везде. Кролики серые. Если кто давно смотрит мой канал, то я много раз показывала этих серых кроликов. Но кролики все-таки боязливые, в отличие от других животных. А вот лисы выходят тоже к жилью человеческому. У нас жила лисичка. Выходила ночью и тявкала. Они так смешно тявкают. Тявкала под окном. Я ей выносила покушать. Потом мне соседи так меня наругали. Сказали, что вы что привечаете? Зачем? Нельзя? Да что вы? А он был такой маленький, худой, лопаухий лисенок. Ну вот, пришлось мне свою кормежку закончить. Ну, а еще выдры. Вот эти водяные, внутри, да? Водяные крысы тоже здесь. Они дикие. Встречаются бобры, но очень редко. У нас, по-моему, здесь на острове я не видела бобров. А вот барсуки, белки, красные белочки, рыжие. Здесь очень много. Ну и красота ведь, правда, когда все так близко, как в заповеднике живешь. Ну, а еще, может быть, повторю, может быть, кто не слышал, расскажу, что здесь очень много рыбаков можно встретить. Занимаются со спиннингом, рыбалкой. Но вы знаете, рыбу-то ведь они ловят не для еды. Они просто ловят рыбу для удовольствия. И даже сибас, когда вылавливают, они его отпускают. Точно так же, как и крабов. Ну, крабы, правда, очень мелкие. Дети там на бекона ловят крабов. Иногда прямо на побережье, среди камней. И тоже этих крабов выпускают. Занимаются, конечно, и промышленным краболовством. Вот показывала вам и краболовок здесь очень много. Встречается и даже есть такие артели. Ловят крабов, выходят на небольших таких лодочках, суденушках. И вот эти краболовки опускают, по-моему, на сутки. Там внутрь кладут им корм какой-то. Чаще всего, я же говорю, бекон копченый. Они очень любят. И, наверное, запах распространяется очень быстро. Потому что крабы набегают моментально. Ну, и вот попадаются в краболовку. Большие крабы только берутся для еды. Привозят в рестораны. Отдают, продают. Ну, наверное, самый лучший размер для краба. Это 15 сантиметров в диаметре. 15-20. Если больше, то уже, наверное, тоже не очень хорошо. Ну, вот как раз на тарелочку такой крабик. И замечательно. Если меньше, то там и кушать нечего. Ну, что, удивила я вас, друзья, лебедям на гнезде. Да, классно. Я тоже и сама удивилась. Но это ещё не всё. У меня для вас ещё сюрпризы не закончились. Я ещё вам покажу одно место великолепное. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. Это мы посетили музей бабочек, друзья. Есть ещё такая экзотическая здесь у нас штука, которая пользуется большой популярностью. Это в Медино-центре под музей бабочек. В таком закрытом как бы консерваторе. Но вот, к сожалению, это мы посетили этот музей бабочек, наверное, в марте месяце. И было очень холодно, и было дождливо. И поэтому, вы видите, бабочки все, они не летают. Они сидят такие полусонные. Вот их здесь кормят, видите вы, да? Нарезали им апельсины. Они с удовольствием прилетели. Эти апельсины кушают, но не улетают, и даже нужно ходить очень аккуратно по этому музею, потому что и под ногами, бывает, эти бабочки попадаются, встречаются. Ну и вот жалко, что у них у всех крылышки закрыты. Иногда, когда они открывают крылышки, там у них голубая красивая расцветка. Как называются эти бабочки? Их здесь очень много. Они все разные. Вот видите, какой огромный центр этот музей бабочек. Конечно же, в основном здесь дети приходят, но также и для взрослых интересно. Вот видите, здесь даже есть такие куколки, из которых бабочки выклёвываются, или, как сказать, рождаются, вылупляются новые. Здорово, не правда ли? Ну вот не знаю, понравилось ли вам смотреть на этих замечательных бабочек. Смогла ли я вас удивить музеем бабочек? Но вот друга своего я точно смогла удивить, потому что я очень постаралась. Я искала какое-то такое интересное, экзотическое место, чтобы нам посетить. Ну а ещё вы же знаете, что он занимается фотографией. У него очень серьёзные такие фотокамеры с огромными линзами. Он всё время тренируется, усовершенствует своё мастерство. И вот я таким образом тоже его порадовала. И он сделал много снимков этих бабочек. Это у нас такая детская школа, сейлинг при яхт-клубе. Учат подростков. Не знаю, платно или бесплатно, я не в курсе, у меня нет детишек. Ну вот, учат ходить под парусом. Ну и ещё, друзья, одно для вас маленькое объявление. Анонс, уж не знаю, сюрприз, не сюрприз, но хочу пригласить вас в пятницу, 26 апреля, ровно в 4 часа по московскому времени или в 2 часа по лондонскому времени я буду проводить свой очередной стрим, прямую трансляцию. Пожалуйста, приходите, друзья, задавайте вопросы. Я буду с удовольствием на них отвечать. Ну и ещё, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, те, кто ещё не подписан. Не забудьте поставить лайк этому видео, потому что без этого у меня нет стимула, знаете, как-то стараться для вас дальше работать. А на этом, друзья, у меня всё. Всего вам доброго. Берегите себя. Всем удачи. Всем пока-пока.